еще значит такое начну с вами информация хочу поделиться или опытом кому как удобней есть марля есть бинт у них есть различия когда применить марлю когда бинт по сути одно и тоже с точки зрения материала но бинт поскольку он скрученный несколько раз он не дает такую ровную поверхность как марлю то есть он так ровно не ложится из-за этого возникает на будущей форме косяки эти косячки на перекрывать и слоями силикона чтобы форма гладенькая ровненькая была ли вы хотите чтобы ваша форма силиконовая была идеальная советую все-таки используют использовать марлю они бинт она более ровная она более гладкая она ловчай ложится на поверхность наших моделей с ней проще работать основная трудность которая возникает при работе с марлей она широкая и и не совсем удобно раскраивать с бинтом попроще наложится он хуже везде есть плюсы и минусы на которые стоит обращать внимание в день можно наносить смело но два слоя точно встретим придется подождать поработать над каким-то другими формами или по отливать что-то приступим будем наносить наш силикон поработав этим силиконом скажу что силкотин напоминает мне даже отчасти зайцевский силикон вот именно копипасту первых он на поверхности держится модели то есть он не стекает с поверхности модели как бы как допустим тоже супер молд 20 мне поработал и еще у него такая особенность я заметил да что он выводит все пузырьки самостоятельно то есть на поверхности не остается пузырей практически это плюс это величие качество ваших силиконовых форм то очень хорошо где-то он мне напомнил даже зайцевский силикон где-то вот рядом они недалеко хотя по ценнику конечно разбег значительный зайцевский будет подороже вот об этом я как раз и говорю видно да сюда вот не совсем удачно подлазить такие вот места когда у вас есть отрицательный уголь на моделях в этом всегда надо помнить ну и крутить модель в руках когда идет процесс разметки поэтому каждый раз говорю какой бы вы специалист не были задуматься как пойдет в этом случае линия разъема обязательно придется и и обязательно нарисовать потому что это облегчит ваш ваш труд и позволит вам не ошибиться так что это делать несложно нарисовать разметить пользу принесет колоссальную на этом я надеюсь здесь все у нас по этой модельки здесь уже видно да что он в этом положении на модели остается гораздо больше силикона заполняет все поднутрения до которых раньше мы не могли добраться на следующем этапе на следующем слое мы будем уже армировать то есть вот достаточно теперь толщину набрали для того чтобы не появился у нас копир эффект и не отпечаталась наша марли на поверхности нашей модели и всех будущих отливок все наверно оставляем оставляем да и есть еще добавим возвращаемся уже к этой модели только завтра работа мы с ней будем завтра ладно выключаем